Международный день исторических и культурных мест отмечается 18 апреля. Если в древних городах таких мест много, то в Новосибирске, кажется, памятники можно пересчитать по пальцам. Но это не так. В Новосибирской области на сегодняшний день имеется 2500 объектов культурного наследия. Большинство из них представлено памятниками археологии. Их свыше 1800. А 570 объектов являются памятниками архитектуры, монументального искусства и истории. С каждым годом их количество увеличивается. В 2020 году мы включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия семь памятников. Назову один из них, который произвел неизгладимое впечатление и на сотрудников, которые проводили исследования, и на жителей этого места. Это в селе Легостаево. Из Китимского района расположены руины храма архистратига Михаила. Для нашего региона здание 18 века большая редкость. И пока специалисты не могут прийти к единому мнению, как его сохранять. Оставить руины или восстановить. Что же касается Новосибирска, то в реестр включено пять объектов, находящихся на территории военного городка. Это три многоквартирных дома. Тополевая 4, Тополевая 8 и Бориса Богаткова 56. Еще старая конюшня и баня. Вот в отношении бани, могу сказать, это тоже такое, знаете, руинированное здание с провалившейся кровлей. Но тем не менее, это тот же самый исторический период. По словам специалиста, занесенные в реестр памятники охраняются государством и владелец должен их сохранить и реставрировать. Постепенно культурным наследием признаются и здания, построенные в советские времена. Например, в Академгородке таких зданий шесть. Дом ученых, ну уже давно включен. И буквально мы в 2019 году включили три здания новых. Это здание гостиницы «Золотая долина», здание почты и здание торгового центра. То есть все объекты, которые стояли в линеечку. Есть там и здания, которые относятся к ценной исторической застройке. Это здания институтов, ДК Академия и некоторые жилые дома. Это не памятник. Между тем, ДК Академия отнесена к объектам ценной исторической застройки. У него защищаются габариты в плане, стилистика и по высоте допустима реконструкция. По словам специалиста, все здания и места, которые так или иначе относятся к культурному или историческому наследию, не остаются без внимания. По мере поступления финансирования проводится реставрация. А те объекты, которые имеют собственника, должны ремонтироваться им.